Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Сегодня в выпуске. Готовность города к предстоящему отопительному сезону более 70%. Как идут работы на участках теплосетей, проверили специалисты Департамента городского хозяйства, ресурсоснабжающих и подрядных организаций. Просвещение, правовая помощь и управление многоквартирными домами. В Самаре продолжается серия обучающих семинаров «Мой дом». Тише едешь, дальше будешь. В Самаре ограничили скорость движения на электросамокатах. Новый владелец для новых активов. Компания H&M продает бизнес за 210 миллионов долларов. Для здоровья и хорошего настроения в городе продолжаются бесплатные тренировки для всех желающих в рамках акции «Самара в движении». Зажигательная программа и выступление популярного российского исполнителя «Нелетто». В Самарской области проходит церемония закрытия форума Иволга. Сейчас там работает наш корреспондент Анатолий Головко. Передаю ему слово. В последний день 10-го молодежного форума Иволга на поляну Мострюковских озер приехали полномочный представитель президента в Российской Федерации Игорь Комаров и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Почетные гости пообщались с организаторами и участниками форума. Я хочу вас поблагодарить за вашу активность. Вы, приехав сюда на Иволгу, прошли уже очень серьезные испытания, отбор. У нас вообще в этом году заявок желающих попасть на Иволгу рекордное количество. И на одно место у нас было 10 претендентов в целом. За несколько дней участники Иволги посетили десятки лекций, семинаров, мастер-классов и квизов, презентовали свои проекты. Самые талантливые и креативные авторы получили финансовую поддержку для дальнейшей реализации своих идей. Мы сегодня не только обсуждаем проекты, а мы их по сути дела уже представляем. Во-первых, те, которые реализуются. Второе, и четко видим, как люди получают интерес от реализации этих проектов. Самое главное, что молодежь сегодняшняя, которая представлена на Иволге, это молодежь, погруженная в нашу экономику, погруженная в развитие гражданского общества. Это те люди, которые действительно не видят своего будущего, без будущего нашего региона, без будущего привозка федерального округа и России. Вечером на главной сцене пройдет торжественная церемония закрытия фестиваля. После подведения итогов и награждения перед зрителями выступит певец Нелета. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Готовность города к предстоящему отопительному сезону более 70%. Сейчас специалисты проверяют, как идет модернизация теплосетей. Представители Департамента городского хозяйства и экологии обсудили график работ на участках с ресурсоснабжающими и подрядными организациями. На каком этапе сейчас работы по перевооружению городских тепловых коммуникаций узнала наша съемочная группа. В этом году, во время подготовки к будущему отопительному сезону, в Самаре перекладывают трубы на 12 участках теплосетей. За ходом работ следят не только сами ресурсники и подрядчики, но и специалисты профильного департамента. Повышенное внимание теплотрассам, которые проходят рядом с социальной инфраструктурой. Например, на улице Старозагора, 159-Б, инженерные коммуникации расположены рядом с детским садом. Недалеко от теплосетей находится металлический ангар, который принадлежит Росгвардии. Чтобы продолжить ремонт на участке и не выбиваться из графика, необходимо было решить вопрос в кратчайший срок. Необходимо было согласовать, то есть было выдано предписание о том, чтобы нежилое строение снести, для того, чтобы продолжить работы по перекладке. Договоренность достигнута. В принципе, сейчас подрядчиков ничего не держит. Сегодня все с утра обсудили. Если от объекта на Старозагора, 159-Б, запитаны дошкольные учреждения и всего 8 домов, то от надежности теплотрасс, например, на Ташкентской, зависит теплоснабжение сотен жилых строений. Этот участок теплотрассы в 15-м микрорайоне один из самых протяженных. Его длина больше километра. По словам подрядчика, объект почти полностью готов, но возникли затруднения с модернизацией из-за кабелей, нависших на теплотрассы. Как пояснил представитель профильной службы, вопрос должен решиться в течение одного-двух дней. Во время ремонта теплосети на Ташкентской, как и на остальных участках, используются современные материалы. Трубы кладутся в специальную пенополиуретановую изоляцию, внутри которой проходит система оперативного диспетчерского контроля. Она фиксирует порывы с точностью до одного-двух метров. Можно заранее предупредить и предотвратить, допустим, какую-то аварию. Потому что при утечке, при повреждении трубопровода идет утечка, и она вначале небольшая. Об этом сразу может быть самосигнализирует данная система на диспетчерский пульт. И уже диспетчера в тепловых сетях видят, на каком участке произошло повреждение. Готовность участка на Ташкентской специалисты оценили в 90%. Подрядчик планирует пустить воду уже в середине августа и чуть позднее. К первому сентября полностью восстановят благоустройство. Все остальные 12 объектов готовы на 70%. Сергей Кезоркин, Михаил Ермоленко, Василий Калдашов. События. В Самаре продолжается серия обучающих семинаров «Мой дом» для председателей многоквартирных домов. На тренингах граждане могут задать интересующие вопросы. Кроме того, председатели МКД знакомят с электронной платформой ГИС ЖКХ. Накануне семинар прошел в советском районе Самары. Просвещение, правовая помощь и повышение эффективности управления многоквартирными домами. Для председателей МКД, ТСЖ, ЖСК и активных граждан советского района Самары провели обучающий семинар «Мой дом». Этот проект в 2021 году инициировал глава региона Дмитрий Азаров. Его ключевой задачей является повышение юридической грамотности, собственников и помощь в управлении домами. Мы обучаем наших председателей, где именно грамотность, как вести себя в данное время, как работать с управляющими компаниями, как правильно управлять своим домом. Ведь от правильного управления дома, наверное, зависит и само состояние дома, и все, что связано с бытом, с улучшением быта именно жителей этого дома. Участникам выдают специально разработанные рабочие тетради председателя МКД. Это достаточно большой документ, в котором есть ссылки на нормативные правовые акты и бланки образцов заявлений. В ходе обучения граждан знакомят с электронной платформой ГИС ЖКХ и дают разъяснение о правах на покой и тишину в многоквартирных домах, которые регламентируются законом об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Самарской области. В практической части семинара активные жители делятся опытом применения полученных знаний в управленческой деятельности многоквартирным домом. Я могу сказать, что жителям надо активнее быть, активнее участвовать в различных программах, которые есть на сайте администрации. Надо знакомиться и участвовать в этих программах. Под лежачий камень вода не течет, поэтому все в наших руках, нам нужно быть активнее. Мы реализовали программу в своем дворе «Комфортная городская среда» в 2019 году. И вот хотелось бы рассказать жителям, как участвовать в этой программе и какие у нас получились результаты. Результаты нас радуют, у нас двор цветет, очень удобная парковка, то есть все, что мы хотели, мы добились. В Советском районе областного центра 1162 многоквартирных дома. Практически во всех есть свои председатели МКД. Часть из них уже приняли участие в обучающих семинарах и осваивают программу ГИЗ ЖКХ. Они относятся с интересом к этому, потому что все-таки в электронном виде посмотреть все данные на дом, это довольно-таки реально, а не просить управляющей компании, дай мне ту цифру, дай мне вот ту цифру. Они сами все это видят, открывают и все видят. И уже пошла регистрация, они регистрируют, приходят к нам с удовольствием регистрируются. Я думаю, что жителям будет интересно, ведь каждый житель переживает за свой дом. В семинарах участвуют представители ГЖИ, администрации и управляющих компаний. В завершении встречи они отвечают на все вопросы жителей. Дополнительное содействие в управленческой работе активные горожане могут получить в локальных ресурсных центрах информационной и юридической поддержки активы МКД. В Советском районе их пять. Кроме того, в Самаре продолжает работу бесплатный многоканальный телефон, горячая линия и ресурсного центра поддержки председателя МКД. Его номер 8-800-55-55-263. По нему все желающие могут получить консультацию, а также записаться на обучающий семинар. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События. Тише едешь, дальше будешь. В Самаре ограничили скорость движения на электросамокатах. Теперь в парках и скверах можно разогнаться только до 15 км в час. Как эту инициативу оценивают горожане и где в городе совсем запретили ездить на самокатах, расскажем в сюжете. В самарских парках и скверах теперь нельзя будет разогнаться на арендованных самокатах. Скорость движения там ограничили до 15 км в час. Соответствующее соглашение заключили городские власти с компаниями, которые оказывают услуги аренды самокатов. Это соглашение, оно устанавливает некие рамочные правила игры для Самары. Мы определили те места, где скорость перемещения самокатов должна быть ограничена до 15 км в час. Это мы взяли по перечню все наши скверы, парки. А также в этом соглашении будут определены территории, где двигаться на самокатах нельзя в принципе. Пока мы только взяли по перечню все городские кладбища. Наверное, это не место, где нужно перемещаться на самокатах. Но мы не говорим, что на этом поставим точку, потому что это будет живой документ. Мы по ходу работы, если у нас будут возникать какие-то там новые варианты, мы будем дополнять эти перечни. Изменения кикшеринговые компании внесут в саму программу, которая регулирует деятельность самокатов. Поэтому на арендованном транспорте самокатчики физически не смогут разогнаться. Жители Самары такое ограничение скорости только поддерживают. Насколько мне известно, для того, чтобы сесть на самокат и поехать, не нужно никаких неправ, незнания правил, ничего. То есть хоть как-то, в любом случае, это движение надо ограничивать. Это как минимум опасно в неумелых руках. Поэтому я целиком и полностью за ограничение такое в парках. Да, я думаю, что будет лучше, потому что все-таки дети маленькие могут выбежать. И просто компания может идти, чтобы все было комфортно всем. Иногда, да, смотришь, дети гуляют, пожилые люди. И они очень сильно ездят, быстро. Можно, можно, да. Я думаю, что можно. Также самокатам будут ограничивать движения при проведении массовых мероприятий в Самаре. Если речь идет, например, об ограничении движения, ну, какое-то массовое мероприятие на площади Кузбышева, значит, вот самокаты из этого периметра исключаются. Если проводится какое-то массовое мероприятие, где связано там с наплывом граждан, и если там где-то возникает тема самокатов, что они припаркованы на тротуаре, там, где-то они так стоят, что могут помешать движению вот этого большого человеческого потока, мы этот вопрос также отрабатываем с компаниями, которые предоставляют услуги аренды. Мы указываем, как, куда нужно убрать, переставить эти самокаты, чтобы никаких помех они не создавали, чтобы вот они существовали, но в цивилизованном русле. Напомним, что на федеральном уровне Госавтоинспекция вместе с Минтрансом разрабатывают положения, которые будут регулировать правила пользования электросамокатами во всей стране. С данной категорией передвижных средств обещают разобраться до конца этого года. Самарские власти пошли на опережение, чтобы обезопасить и пешеходов, и самих самокатчиков уже сейчас. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров, События. Далее коротко о других событиях дня. Развязку на пересечении Новосадовой и Советской армии хотят сдать на полгода раньше срока. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Проект реализуется с опережением сроков в соответствии со взятыми на себя обязательствами и контрактами. Это октябрь 2023 года, уточнил глава региона. На сегодняшний день готовность составляет выше 70%. Дмитрий Азаров выразил уверенность, что буквально зимой там смогут открыть движение в режиме пробной эксплуатации. В России вновь продлили режим ограничения полетов в 11 городов страны. На этот раз до пятницы следующей недели, 5 августа. Ранние ограничения должны были продлиться до 30 июля. А до этого в Росавиации говорили о 18 и 24 июля. Полететь нельзя в аэропорты таких городов, как Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липец, Кростов-на-Дону, Симферополь и Иллиста. Российским авиакомпаниям порекомендовали организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных вод, Ставрополя и Москвы. Самара попала в десятку самых популярных туристических городов на Волге в августе. Об этом на основании данных о бронировании отелей рассказали представители одного из профильных сервисов. Отдыхающие бронируют жилье в августе для отдыха на Волге от двух до семи ночей и тратят на проживание от полутора до шести с половиной тысяч рублей в сутки. Наряду с Самарой в список популярных городов вошли Казань, Волгоград, Астрахань, Ярославль, Нижний Новгород, Костромай, Чебоксары. Заявившая об уходе из России компания H&M пытается найти нового владельца для местных активов. Общая стоимость покупки, включающая права аренды на магазины, распределительный центр и товарные запасы составит 210 миллионов долларов. Об этом сообщает одно из российских изданий. Новый владелец получит портфель прав аренды на 170 магазинов в 65 городах России. Кроме того, покупатель приобретает распределительный центр, а также запасы товаров примерно на 30 недель. Строительство торговых центров в России упало до минимума с 2004 года. Общая площадь торговой недвижимости, построенной в России в первой половине этого года, составила 94 тысячи квадратных метров. Это на 75% меньше, чем в аналогичный период прошлого года и наименьшее значение с 2004. По прогнозам экспертов, одной из российских компаний в будущем ввод новых торговых площадей продолжит снижаться. Процентные ставки по ипотеке пошли вниз после того, как Центробанк снизил ключевую ставку. Эксперты рынка недвижимости ожидают, что это сможет стимулировать спрос на жилье. Однако цены, которые устанавливают застройщики, вряд ли снизятся. Во сколько сегодня оценивают квадратный метр жилья в Самаре, расскажет Светлана Кудрявцева. Российские банки начали снижать процентные ставки по ипотеке. Это произошло после того, как Центробанк снизил ключевую ставку на полтора пункта до 8% годовых. Эксперты ожидают, что это приведет к оживлению спроса на рынке недвижимости. В данный момент уже приходит информация от многих банков о пересмотре ипотечных ставок в том числе. Опять же, правительство, государство готовит планы по расширению льготных программ, по пересмотру ставок и условий по льготным программам. Может быть, в августе, может быть, чуть ближе к сентябрю месяцу мы увидеть должны новые условия именно по ипотечным возможностям. Успешность развития рынка сейчас напрямую коррелирует с доступностью ипотечных программ для населения, с возможностью привлечения, может быть, льготной ипотеки. Государство таким образом, безусловно, стимулирует спрос на строящееся жилье, что не может не отражаться и на всех других сегментах рынка. А пока на рынке жилья в Самаре затишье. Новых предложений от застройщиков мало, а цены на те квартиры, что есть, не спешат снижаться. По данным регионального фонда жилья и ипотеки, в апреле этого года квадратный метр в новостройке оценивали в среднем 80 тысяч рублей. В мае показатель вырос до 92 тысяч. Сейчас уже доходит, а где-то и превышает, отметку в 100 тысяч рублей за квадрат. Это почти в два раза выше, чем год назад, когда квартиры на первичном рынке, по данным САВЖИ, можно было покупать по стоимости 58 тысяч рублей за квадратный метр. В Самаре не хватает нового жилья, и даже те новые стройки, которые мы ждем, должны выйти, до сих пор никак не могут выйти что-то там с документами. Выходит в районе, планируется выход новостроек в районе 90-100 тысяч за квадратный метр. Это на территории города. В центре города вообще вышел новый ЖК со стоимостью 178 тысяч за квадратный метр. Да, это цены московские абсолютно, но, как говорится, не нам решать. Мы продаем то, что предлагают застройщики. Застройщикам сейчас жизнь нелегкая, соответственно. Продажи упали у всех, и застройщики идут на такие истории, как субсидирование процентной ставки. То есть люди платят маленькие проценты по кредиту, а застройщик компенсирует это банку для того, чтобы все-таки строительство продолжалось, и город жил. По словам экспертов, в период остановки продаж застройщики не испытывают больших проблем с финансированием благодаря переходу на новую схему, когда банки дофинансируют начатые проекты. То, что было запущено, то постепенно достраивается и завершается. Другой вопрос, что, конечно, в этот сложный период времени, я знаю, что многие застройщики отказались от вывода на рынок новых проектов до стабилизации, конечно, ситуации. Потому что здесь и ситуация с ростом цен на стройматериалы очень серьезно, конечно, заставила задуматься застройщиков о выходе новых проектов на рынок. Да, и ситуация с ограничением спроса покупательского, так как ипотечные программы подорожали, и цены выросли. Но хочется верить, что вот как раз в ближайшую осень ситуация выправится, стабилизируется, и появятся какие-то новые, ну, скажем так, горизонты, относительно которых можно планировать новые проекты. При этом эксперты рынка недвижимости сомневаются, что цены на квартиры существенно снизятся, и уж тем более смогут вернуться на допандемийный уровень. Светлана Кудрявцева, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Оздоровление суставов и укрепление мышц, коррекция веса, улучшение осанки и самочувствие в целом. В городе продолжаются бесплатные тренировки для всех желающих. В рамках акции «Самара в движении» можно заниматься фитнесом, йогой, зумбой и другими спортивными направлениями на свежем воздухе под руководством профессиональных тренеров. Как в парке Гагарина любители здорового образа жизни занимались пилатесом и функциональным тренингом, увидела Светлана Кудрявцева. В городе продолжаются тренировки в рамках акции «Самара в движении». В парке Гагарина на площадке у стадиона профессиональные тренеры из фитнес-клубов и танцевальных студий каждый вечер проводят бесплатные занятия спортом. Тренировки для всех желающих по разным направлениям в фитнесе. Растяжка, силовая тренировка, йога, зумба. Для всех желающих жителей Самарской области гостей. Я провожу функциональную тренировку. Она направлена на общее развитие организма, развитие двигательной активности и выносливости. Функциональный тренинг – это занятие собственным весом. Спортивные снаряды не требуются. Упражнения задействуют различные группы мышц, развивают силу, гибкость, концентрацию, равновесие. А высокий темп тренировки помогает активно сжигать калории. Первый раз это не получается ни у кого. Но когда приходишь второй, третий, и ты понимаешь, что ты становишься гибче, лучше, выносливой, балансирование. И это все благодаря даже одной тренировке в неделю. Могу сказать, что я, например, часто пускаю тренировки в своем клубе, потому что здесь это намного эффективнее. Тренировка на свежем воздухе – это намного эффективнее. А то, что это еще бесплатно, это, естественно, большой бонус. Наряду с функциональной тренировкой прошли занятия по пилатесу. Это система упражнений, которая была разработана в начале 20 века для реабилитации после травм Йозефом Пилатесом. Цель – занятие оздоровления суставов, укрепление мышц, снятие напряжения и боли в теле, коррекция веса, улучшение осанки и самочувствие в целом. Люди уже интересуются, люди приходят, и это для них такая альтернатива либо залу, либо тем тренировкам, которые были отменены на лето, такое тоже бывает в спортивных деятельностях. Поэтому я думаю, что это очень актуальное и правильное направление с точки зрения здоровья и фитнеса, именно физической культуры. Акция «Самара в движении» продлится до конца лета. Занятия проходят не только в парке Гагарина, но и на второй очереди набережной. Я давно занимаюсь спортом, и летом, когда поступило предложение посещать еще тренировки на открытом воздухе, я, в принципе, с радостью согласилась, потому что, ну, это развитие ловкости, умений, силы, поднятие иммунитета. Можно совмещать с прогулками на свежем воздухе, ну и к тому же я считаю, что мы должны показывать пример своему новому поколению, своим детям. Ознакомиться с расписанием тренировок можно на сайте городской администрации, а также с помощью QR-кода. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков, События. 28 июля в России отмечают День Крещения Руси. Праздник утвержден в честь важнейшего исторического события – провозглашение на Руси христианство в качестве государственной религии в 1988 году. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день отмечается память равноапостольного князя Владимира, известного как Владимир Красное Солнышко. Князь крестился сам, а затем, присланный из Византии духовенства, провел обряд крещения киевлян в водах Днепра. Историческое событие оказало серьезное влияние на духовное, культурное и общественное развитие народов России. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС», обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В качестве одной из дополнительных мер поддержки медикам предоставляется ежемесячная выплата. Информирует телеграм-канал Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Речь о молодых специалистах в возрасте до 35 лет, которые работают в течение первых трех лет после окончания обучения. Подробную консультацию о выплате можно получить по телефону 333-52-28. А в Ленинском районе Самары продолжается конкурс «Цветущий Ленинский» на самую красивую и благоустроенную дворовую территорию, клумбу и газон. Говорится в телеграм-канале. Участники конкурса – инициативные жители, которые занимаются украшением и обновлением своих дворов. Сегодня в телеграм-канале Ленинского района отмечена территория у дома по Волжскому проспекту, 35. Как проверить свою кредитную историю, рассказывает в телеграм-канале Куйбышевского района. Если банк неожиданно отказался выдавать вам кредит или новый работодатель передумал брать на работу, возможно, причина кроется в вашей кредитной истории. Проверить ее стоит, даже если вы на 100% уверены, что с ней все в порядке. Подробности в опубликованных ссылках. В телеграм-канале Октябрьского района предлагают ознакомиться с ежемесячной выплатой на ребенка до полутора лет. Оформить ее можно, обратившись в МФЦ. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, а выплаты осуществляются в течение пяти дней с момента принятия решения об их назначении. В дальнейшем пособие перечисляется по стандартному графику с 3 по 25 число каждого месяца. В честь своего 15-летия Самара ГИС запустил конкурс. Поучаствовать в нем до конца июля могут все жители столицы губернии старше 16 лет. Условия просты. Подписаться на группы телеканала Самара ГИС в социальных сетях, прислать фото или видео поздравления на электронную почту, выложить фото или видео этого поздравления с хэштегом «Самара ГИС 15 лет» на своей странице во ВКонтакте. Подведение итогов конкурса 16 августа. Подробнее об акции и подарках можно прочитать на нашем сайте и на страницах в социальных сетях. На этом пока все. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самара ГИС, на страничках в Одноклассниках и во ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите в социальных сетях. Все вам доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...